Здравствуйте! В эфире программа «Саратов сегодня» в студии Анны Макарова и смотрите в этом выпуске. Повалены деревья и столбы, пропало электричество. Саратовцы подсчитывают убытки от ночной грозы и шквалистого ветра. Кто оказался в числе пострадавших от непогоды? Опасный для общества семейный бизнес. В Саратове с крупной партией наркотической смеси задержаны супруги-наркодельцы. Запрещенные вещества они готовили к доставке по всей России. Пока с приставкой ИО. Региональный фонд капитального ремонта теперь под управлением нового гендиректора. Кому доверили выполнение обязательств, с которыми трое предыдущих руководителей не смогли справиться? Печальные последствия ночной грозы. Очередное предупреждение от МЧС о неблагоприятных погодных условиях получили жители областного центра. И прогнозы спасателей сбылись. Ранним утром 18 июля Саратов накрыл ливень. В городе наблюдались молнии и шквалистый ветер, который с корнями вырывал зеленые насаждения, валил столбы и рекламные конструкции. О том, как город пережил очередные часы непогоды, расскажет Анна Антонова. Сегодня ночью в Саратове порывистый ветер повалил 13 деревьев. Одно из них вы видите прямо здесь. Мы находимся на улице Большая Казачья. Видно, что дерево повалило у самого основания. Оно переломилось и его корень сгнил наполовину. Кроме того, очевидцы сообщают о происшествиях на других улицах, например, на улице Солиная. Там дерево также не выдержало силу ветра в силу своего возраста. Во-первых, был ветер сильный, 24 градуса. Вообще тут все летело. И вдруг грохот, и упало дерево. А оно на что-то упало? На кого-то? Да нет, никого не было. Это было после пяти утра. Все время обращаемся. Ну, подпилить-то можно, не обязательно. Вот, все пилить, да? Верхушечку подпилить, чтобы не упало. Все такое. Вот это дерево спилили еще в прошлом году. Однако в этом году опиловки деревьев не происходило. По словам жителей, здесь очень много старых деревьев, растений, которые могут упасть на машины и даже на людей. Так, на машину упала ветка на улице Лермонтово. И хотя она перекрыла целую полосу, Андрей Денисов, хозяин поврежденного авто, до сих пор ждет помощи. В МЧС ему посоветовали оформить ЧП у участкового. Но на этом действие закончилось. Как все происходило, например, общение с МЧС, значит, я объяснил ситуацию, то, что ветка еще висит. Вот это, оказывается, затрудняет все дело. Если бы она лежала, кто-нибудь уже приехал бы, они бы даже сами приехали. То есть, он, как сказал, у них нету спецтехники. Есть четыре человека и есть бензопила. То есть, снять бы они ее просто сняли бы, распилили и убрали, естественно. А так как здесь, по всей видимости, нужен как минимум манипулятор или кран, чтобы ее сверху придерживать. Ну, там видно, он прекрасно, видите, она еще висит. Андрей оставил заявку и в единую дежурно-диспетчерскую службу Волжского района. Однако неизвестно, когда городские службы смогут заняться именно этим случаем. Ведь среди последствий урагана не только поваленные деревья. На улице Ускурдюмская ветер повредил рекламные щиты, а в районе Крекинга одна опора линий электропередач упала, а другая согнулась пополам. Также из-за обрыва проводов в поселке Красный Текстильщик без света осталась целая улица. Коммунальные службы города пообещали оперативно устранить все последствия урагана в ближайшее время. Анна Антонова, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Рюкзак с ядовитой смесью обнаружили сотрудники полиции у одной из жительниц города Саратова. После задержания в отделе при личном досмотре у нее было изъято около полутора килограммов наркотического вещества синтетического происхождения. Содержимое женщина переносила в рюкзаке в пластиковых пакетах. Смесь предназначалась для дальнейшей фасовки на небольшие дозы и распространения на территории города. Запрещенным бизнесом дама занималась не одна, со своим супругом. Он также был задержан в ходе оперативных мероприятий с аналогичной партией наркотических средств. В дальнейшем в гараже, принадлежащем супругу задержанной, оперативники обнаружили аналогичное вещество в количестве более полутора килограммов. Как было установлено, наркотические вещества предназначали для осуществления крупных закладок в некоторых регионах Российской Федерации. В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса, незаконные производства, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы. Глава региона посетил с проверкой Пугачевский район, проконтролировал, как он преображается. Валерий Радаев ознакомился с ходом благоустройства городского парка имени Важина, посмотрел, как ведется в райцентре борьба с заболоченностью земель, и как реализуется в районе один из важных для области инвестиционных проектов строительства солнечной электростанции. Какую оценку уже сделанному дал Валерий Радаев и какие изменения ждут местных жителей еще об этом далее в нашем материале. Поздравляем Пугачевский район. Это прежде всего новый совершенно подход, второй рабочие места. А третий вот мы встречали с жителями, говорят, нам нужна своя электростанция, вот она у вас будет. Если 100 мегаватт построим в Саратовской области, это будет мегапроект в России. Такого нет еще. Прямо с территории солнечной электростанции, запуск которой намечен на третий квартал 2017 года, глава региона отправляется в городской парк культуры и отдыха имени Важина, где вовсю идет реконструкция. На этот комплексный процесс в рамках программы «Парки малых городов России» Пугачеву выделено более 4 миллионов рублей. Сейчас в рекреационной зоне выполняются работы по освещению центральной аллеи, обновляются пешеходные дорожки, устанавливаются бордюры. Это, например, было то же самое, но прямоугольной формы. Добавили немножко овал, но историческую ценность мы устанавливали, как было. В планах создание новых зон отдыха, которые бы сделали парк уникальным местом, популярным среди жителей и гостей города. Такой масштабной реконструкции здесь не было со времени его основания. К тому же в будущем территория парка будет расширяться за счет обустройства лесного массива площадью в 10 гектаров. А уже в августе городской парк Пугачева должен стать местом проведения большого молодежного фестиваля. Разработкой концепции благоустройства рекреационной зоны занималась инициативная группа, состоящая из самих жителей Пугачева. У нас этот парк исторический, он парк физической культуры и отдыха. Мы с детства здесь живем. И хорошо, что обратили внимание, беговые дорожки сделали. Можно на роликах кататься. Все это учли. По желанию жителей. За это большое спасибо. Первый этап есть сегодня в федеральной поддержке. Надо не ослаблять. Не ослабляют борьбу только коммунальную и жители южной части города Пугачева. Там с помощью спецтехники идет работа по расчистке русла реки Лягушатка и восстановлению естественной дренажной системы. Решение этой проблемы Валерий Радаев держит на особом контроле. Еще полтора месяца назад жителям этого микрорайона приходилось форсировать заболоченную местность. Слой гнилой воды покрывал огородные грядки. В нездоровом микроклимате погибли даже плодовые деревья. Зловонная жидкость заливала подвалы и погреба. С многочисленными жалобами на подтопление домов из-за подъема грунтовых вод в органы власти обращалась пенсионерка Мария Коробейник. Но только когда ее призыв о помощи добрался до Вячеслава Володина и спикер Госдумы лично посетил взволнованную женщину и дал задание как можно скорее навести порядок, начались необходимые работы. Вдохновленные результатами местные жители попросили главу региона помочь с очисткой расположенного во близости Камышового озера. Валерий Радаев пообещал со временем заняться и этим вопросом. Александр Блонский, Георгий Спиридонов, Саратов, 24. От городских проблем, актуальных для всех жителей Пугачева, глава региона плавно перешел к теме организованного летнего отдыха детей. Валерий Радаев посетил загородный лагерь «Орленок». Он расположен в одном из самых живописных мест Пугачевского района, в лесном массиве на берегу реки Большой Иргиз. Там отдыхают более 130 детей не только из Пугачевского, но и из соседних Ивантеевского и Перелюбского районов, а также из Саратова и даже из Воронежа. Осмотрев комплекс спортивных площадок лагеря, столовую, жилой корпус на 30 мест, Валерий Радаев отметил, в лагере созданы все условия для развития способностей и самовыражения детей и подростков. Мы видим, насколько на всех площадках одновременно дети заняты чем-то. Кто спортом занимается, кто репетирует, кто готовится к вечерней дискотеке. Вот только так должно развиваться сегодня и здоровье, и воспитание нашего молодого подрастающего поколения. Творческие одаренные дети и подростки, отдыхающие в «Орленке», спешат продемонстрировать свои разнообразные таланты с эстрады, а воспитанники пугачевского спортклуба «Титан» устроили для гостей показательную тренировку по универсальному бою на боксерском ринге. По итогам визита глава региона отметил, что руководство лагеря живет чаяними ребят, а это значит, что у «Орленка» большое будущее. А прямо сейчас из Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Саратовской области на связь со студией выходит Станислав Жижин. Он расскажет о происшествиях на территории региона за минувшие сутки. Стас, приветствую, тебе слово. Приветствую, Анна, и начну с обзора дорожно-транспортных происшествий. В Ленинском районе Саратова в ДТП пострадал мотоциклист. Авария случилась около 10 часов вечера на проспекте строителей. Мотоцикл «Ямаха» под управлением мужчины 1985 года рождения двигался параллельно с автомобилем «Фольксваген», за рулем которого находилась автоледи. В результате они столкнулись. От удара байк отлетел к бордюру, водителя госпитализировала бригада скорой помощи. Авария с участием «девятки» и грузовой «Газели» произошла также в Ленинском районе. По предварительным данным, компания из четырех молодых людей двигалась по московскому шоссе на автомобиле ВАЗ-2109. Мужчина, управлявший легковушкой, совершил наезд на стоящую в обочине «Газель». После столкновения водители и пассажиры «девятки» пытались сбить водителя грузовика. Его спасло появление очевидцев, а буйная компания скрылась во дворах. Прибывшие медики оказали помощь водителю «Газели». Также на дорогах Саратовой области не удалось избежать трагедии с участием пешеходов. Так, на улице Университетской УАЗ сбил женщину. Пешехода водитель не заметил из-за сильного ливня. По предварительной информации, погибшая находилась в нетрезвом состоянии и переходила дорогу в неположенном месте. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи констатировали смерть пешехода. Наезд на пешеходу произошел и за городом. На трассе Сызрань-Волгоград в районе села Варфоломеевка был сбит пешеход. По словам водителя, 14-й пострадавший бросился под машину. По предварительной информации, мужчина 63-х лет также находился в состоянии алкогольного опьянения. Как рассказали очевидцы, он бросал камни в проезжающий мимо авто. Пострадавший скончался в больнице. О несчастном случае на воде сообщает портал ЧП «Саратов». На Сазанке утонул мужчина. Об этом в службу спасения сообщили очевидцы. На место происшествия прибыли водолазы Энгель Спаса. После нескольких попыток найти тело мужчины были привлечены специалисты из Затона. Спустя некоторое время спасателям удалось извлечь из воды утонувшего мужчину 1948 года рождения. Обстоятельства произошедшего выясняют специалисты. И о пожарах в селе Тепловка Новобуратского района огонь уничтожил баню в частном домовладении. А в Александровом Гае горели надворные постройки. Пламя уничтожило почти 4 тонны сена, сарай и крышу летней кухни на площади 60 квадратных метров. Всего за минувшие сутки по области произошло 5 возгораний, из них одно в Саратове. Мы продолжаем следить за всем, что происходит в регионе. Анна, тебе слово. Спасибо, Станислав. Это был обзор происшествий, которые случились на территории региона за минувшие сутки. Заставили выйти из тени. В Саратове в очередной раз прошла профилактическая акция ГИБДД «Тенировка». В ночь с 17 на 18 июля сотрудники госавтоинспекции выявляли водителей на автомобилях с затемненными стеклами. Рейд начался в 10 вечера и за 3 часа было остановлено более 35 автомашин с темными стеклами. Практически все водители расстались с пленкой на месте, лишь один из них делать это отказался. Полицейские составили в отношении него административное постановление и отправили в мировой суд для принятия решения. Сотрудники ГИБДД предупреждают автолюбителей о том, что подобные рейды в Саратове будут продолжены. В настоящее время у нас все-таки каждый день это мероприятие проводится, уделяется этому особое внимание автомобилям затонированным. Также у нас планируется увеличение таких мероприятий. Я думаю, что меры будут ужесточаться. Инспекторы также напоминают о санкциях для любителей тонировки. Такое нарушение грозит административным штрафом в размере 500 рублей. Вместе с этим водителю выдается требование на устранение нарушения. В противном случае ему может грозить административный арест на срок до 15 суток. Исполняющим обязанности генерального директора регионального фонда капитального ремонта назначен Андрей Блохин. Нового руководителя коллективу представил министр строительства Дмитрий Тепин. Глава ведомства напомнил, что перед фондом стоит задача по выполнению обязательств как за этот, так и за предыдущие годы. Цитирую, реализация программы капитального ремонта находится на особом контроле главы региона. Не все намеченные планы удалось своевременно выполнить. Уверен, что Андрей Блохин учтет накопленный опыт и выведет работу фонда на более высокий уровень. Конец цитаты. Напомню, 13 июля с поста гендиректора фонда капитального ремонта Саратовской области был уволен Сергей Будюков, который занимал должность в феврале текущего года. До него фонд возглавлял Дмитрий Любушкин, которого уволили в связи с большим числом нареканий. За время существования фонда капитального ремонта это уже третье увольнение генерального директора. Новый руководитель Андрей Блохин прошел путь от прораба до первого заместителя директора строительной компании Саратова. Стаж работы в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства 17,5 лет. Агрария региона поддержали призыв депутата Госдумы Николая Панкова раскрыть сведения о субсидиях в агропромышленном комплексе. Этот процесс должен быть максимально прозрачным, уверен директор сельхозпредприятия «Агроз» Турковского района Николай Плеханов. Он рассказал, что далеко не каждый год аграрии получают достойный урожай. Чаще всего происходит засуха и в этих условиях сельхозпроизводители стараются искать возможности справиться с природными катаклизмами. Одно из таких направлений – развитие системы орошения. И в этом году хозяйство «Агроз» впервые получило субсидию на мелиорацию. И как заявил Николай Плеханов, цитата, «Что касается раскрытия данных о расходовании субсидий, считаю, что это позволит сделать весь процесс их получения более прозрачным. Каждый будет понимать, куда были направлены средства и какая польза от этого области». Николай Панков справедливо отметил, что поддерживать нужно тех, кто работает на земле и развивает агропромышленный комплекс области. Конец цитаты. Напомню, депутат Государственной Думы Николай Панков призвал раскрыть данные о распределении субсидий в АПК. Ведь и областная власть, и государство и дальше будут выделять финансирование на приоритетные проекты. И важно навести порядок в вопросах распределения ресурсов. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал помочь вернуть в Россию девочку из Саратовской области, задержанную с матерью в Турции. Подробнее об этом, а также о других новостях страны в дайджесте событий. Роспотребнадзор проверит спиннеры на повышенный шум и резкий запах. Ведомство совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны здоровья детей и подростков изучит влияние спиннеров на здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия. Также в Роспотребнадзоре дают рекомендации по обращению с игрушкой. Родителям не стоит приобретать спиннеры с рук в неустановленных местах. А из-за того, что спиннеры продаются через интернет, они могут быть изготовлены из материала, который не отвечает обязательным требованиям. При приобретении продукции следует обращать внимание на посторонний резкий химический запах, повышенный шум. В случае обнаружения этих недостатков следует отказаться от использования. Эксперты ведомства рекомендуют регулярно проверять игрушку на наличие сломанных частей, а спиннеры со светящимися элементами и с миниатюрными батарейками должны использоваться детьми дошкольного возраста под присмотром взрослых. Спикер Законодательного собрания Красноярского края Александр Ус подписал распоряжение о созыве очередного заседания третьей сессии регионального парламента, на котором должны отменить резонансный закон об удвоении зарплат краевых парламентариев. Заседание состоится 19 июля. Напомним, ранее прокуратура Красноярского края начала проверку по фактам повышения в два раза зарплат депутатам регионального ЗАГС Собрания. Дав добро на решение местных депутатов, красноярский губернатор Виктор Толоконский пошел вразрез с федеральным трендом на экономию расходов. Глава Чечни Рамзан Кадыров обещал помочь вернуть в Россию девочку из Саратовской области, задержанную с матерью в Турции. Как сообщает сайт правительства республики, о происходящем политик узнал из видео в интернете. С просьбой о помощи к нему обратился папа девочки. Глава Чечни выразил уверенность, что этим вопросом сейчас занимаются компетентные органы. Тревогу после пропажи девочки забил житель Маркса Валерий Уханов. Он рассказал, что его бывшая сноха Светлана в начале июня сообщила о намерении уехать на отдых в Турцию со своим новым мужем и ребенком и после перестала выходить на связь. Вскоре выяснилось, что семья находится в тюрьме. По словам Уханова, женщина несколько лет назад приняла ислам и начала жить с другим мужчиной, того же вероисповедания. Сейчас отец девочки находится в Турции рядом с миграционной тюрьмой, куда Светлану и ее дочь доставили после задержания в приграничном Сирии районе. Вместо общежития и собственное жилье. 26 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили ключи от новых квартир в заводском районе Саратова. В торжественной обстановке их вручали глава региона и города. Валерий Радаев побывал в одной из квартир, которые предоставлялись детям-сиротам и оценил состояние жилья. Оно выдается с отделкой, с установленной электроплитой, проведена и подключена сантехника. Не хватает только мебели. Кроме того, Валерий Радаев осмотрел прилегающую к дому территорию. Здесь уже заасфальтированы проезды, установлена детская площадка. Новое жилье – совершенно очередной этап в жизни молодых людей, отметил Валерий Радаев. Что такое свой дом? Родные стены. Это комфорт, безопасность, самостоятельность, ну и, конечно же, ответственность. Это основа для создания семьи, воспитания детей. Думаю, все вы к этому стремитесь. Пусть вам всегда сопутствует удача, будут верными друзья, а труд приносит радость. С новосельем, дорогие друзья! Всего в 2017 году планируется обеспечить жильем 720 детей-сирот. Уже сейчас распределено 307 квартир, из которых 214 в областном центре. А прямо сейчас мы расскажем вам о курсе валют от «Газнефтьбанка». Курс валют представляет АО «Газнефтьбанк». Покупка евро сегодня в «Газнефтьбанке» 67,70 рубля, продажа 68,90 рубля. Доллар «Газнефтьбанк» покупает за 58,80 рубля, продает за 59,70 рубля. Курс валют действует на данное время. В течение дня курс может изменяться. Телефон в Саратове 34 00 41. И к этому часу у меня все. С вами была Анна Макарова. До скорой встречи в эфире. ВОЛНОЕ 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 ВОЛНО